Бейсболисты Владивостока нередко обмениваются опытом с иностранными коллегами. С той же Азией контакт налажен уже давно. На днях наша команда «Тигры» вернулась с зонального чемпионата мира среди юношей, который проходил в Южной Корее. И уникальность этой поездки в том, что впервые приморцы ездили только своим скромным молодым составом. Подрастающим «Тиграм» пришлось встречаться лицом к лицу с сильнейшими сборными азиатского региона. Возраст от 13 до 16 лет. Все поехали ребята, абсолютно практически. Все не поехали только те, кто занимается там месяц-два. То есть, ну, никого смысла ехать нет, потому что им еще немножко нужно поднабраться опыта, практики и так далее. То есть, а в основном тот состав, который у нас участвует на первенстве России, тот, который будет участвовать сейчас на «Спартакеаде» учащихся России, этот состав, ну, в боевом составе, так скажем, своем, он принял там участие. Всего в чемпионате сошлись 10 сборных от Индонезии и Тайваня до Филиппин и Южной Кореи. Единственными представителями России оказались «Владивостокские тигры» и «Морские львы» из «Находки». По результатам соревнований наша команда заняла лишь седьмое место из десяти. Результат заслуженный, так как соперники были, увы, не по уровню. Многие специалисты отмечают, что бейсбол в восточных странах развивается стремительными темпами. Там в этот вид спорта вовлекаются школьные скамьи. Поэтому те же корейцы, которые заняли первое место, и быстрее, и техничнее наших ребят. Не рассчитывали на такие сильные подачи от них, поэтому очень сильно во многих играх облажались набить. Они с каждым годом становятся сильнее из-за того, что очень много тренируются. И вообще неприятные соперники. То есть не было никакой грязной игры. Играли честно и победили они тоже честно. Однако, по словам наставников, команда со своими задачами справилась. Сами игроки тоже остались довольны. Соперников здесь, на Дальнем Востоке, немного. Поэтому борьба с десятком иностранных клубов оставила только положительные впечатления. Самое главное, что получили приморцы от поездки, так это понятие того, над чем нужно поработать в дальнейшем. В нападении мы уступаем пока печера. Это игроки, которые подают. Они довольно там... И подача сильнее у них. Еще не готовы ребята, конечно, к этому. Но, в общем-то, сыграли неплохо. И вот последнюю игру с Индонезией мы выиграли. Ну и немножко поднабрались опыта. В ближайших планах у «Тигров» выездное выступление на финале Всероссийской спартакиады учащихся, который пройдет в конце июля. А уже по возвращении во Владивосток наша команда примет в гости с товарищеской встречей экзотичную сборную Непала, у которой тоже будет чему поучиться. Максим Яковлев, Руслан Мартынычев. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.